Итак, вот мы возле дома Берлин. Прошло уже три с половиной месяца после того, как мы здесь были, смотрели сдачу квартиры, смотрели планировку, которая планировалась у владельцев. Сейчас мы опять там окажемся, посмотрим, какие изменения произошли за это время, плюс цены, все за электрику, за сантехнику, что было отдано, в каких суммах, все это буду я прописывать, так что оставайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки и еще по комментариям, очень важно ваше мнение, пожалуйста, пишите комментарии по поводу квартиры, по поводу цен и планировки, но по нам будьте, пожалуйста, очень лояльны, хочу видеть только хорошие комментарии или вообще никаких по поводу меня или чего-то там еще, что не касается ремонта. Вот, спасибо большое за понимание, будьте нетоксичны. Смотрите, какой холл у Берлина. Букшеринг. Вопрос на доп-камеры, это какая-то классика, по-моему. У всех лежат эти, какие прикольные лестницы. Слушайте, как солидно, смотрите, прям эти вензеля, как это называется. Прикольно. Туалеты. Точнее, один туалет, второй непонятно. Все спрятано. Так, классическая крыша. Достаточно стильные ящички. Так, гоу дальше. Сразу камеры. Смотрите, а у нас не было сразу. Или, может, их уже поставили. Ой, и прямо это надпись. Прикольно. Круто. Грузоподъемность. Уважаемые жители, на-на-на. Реклама. Так, идем дальше. Привет, Яна. Пошли к тебе домой. Проходите, пожалуйста. Дверь, пожалуйста. Сразу вам покажу. Особо ничего не видно. Ну, дверь с зеркалом. Я считаю, это вообще необходимость. И вот так вот она выглядит снаружи. Оставлю цены сбоку, потому что все запоминать в голове не буду. Стальная линия дверь. Остальное что там? Стальная линия. А, дверь. Да, дверь и стальная линия. Замочки. Все супер прочное. Должно быть на века. Так, заходим. Давайте сразу... Наверное, можно отключить электричество, чтобы мы никуда не перелись. Что сразу вам покажем? Покажем по стенам, потом по электрике, и потом по сантехнике. Уже можете изначально, кстати, посмотреть предыдущее видео, чтобы было с чем сравнить, чтобы было интереснее смотреть это видео. Так, вот такие изменения. Сейчас будем по очереди. Метров у нас здесь, напомню. А по-прежнему 58,5. 58 лишние не забрали. Так, а хотя, ну да, как подключить свет, если... Вот это вот... Смотрите, сразу коробочку. Я вам потом ее еще покажу. Вот потом... Это называется как-то автомат. Автомат, наверное. Ну, когда ты включаешь, она потом через какое-то время... Оп, и включается. У меня не так. У меня типа сразу. Так, по стенам, значит, были возведены все перегородки. Это у нас гипсокартон, тоненькая стеночка. Это будет шкаф. Там вентиляция уже для шкафа готова. Вот, типа, малюсенькая гардеробная. Маленькая гардеробная, да. Здесь вот еще специально как-то, видите, взяли это место под полки. То есть в гардеробе по-любому нужно будет... Вот эта розетка, это для чего? Сушить обувь. Для сушки обуви какие-нибудь штуки, да, впихивать? Угу. Это я не делала, но вдруг... Ну да, и по-любому что-нибудь да будет такое. Место под стиральную машину. Все уже возвели, все перегородочки. Это тоже гипсокартон. Это тоже гипсокартон. Все, все. Это уже стена от санузла. Да. Так, под потолочек там тоже даже вытяжка. Дальше в санузле инсталляцию возвели из гипсокартончика. Вот, если кому-то нужно гофра от Александра. Так, я еще потом по всем выходам, выводам расскажу подробнее. Сейчас пока посмотрим стены, в каком они состоянии. Так, стены, которые возведены... Боже, какое неприятное слово. Вот здесь вот. Это у нас... Керамзитобетон. Керамзитобетон. Это самое классное, что... Да, для стен, для звукоизоляции хорошо. Так что... Ой, что-то мне не фокусится. Перегородка. Здесь же все было пустое. Напоминаю, это было полностью пустое пространство. Сейчас это уже полноценная трешка. Даже заходишь, вот, когда нарисуешь все на полу, кажется, что это будет... Ну, непонятно как. Облезет сюда кровать. Не влезет. Кажется маленьким. А так заходишь, это полноценная комната. Люди в меньшем количестве метров тусуются. Все эти уголочки уже сделаны, откосики. Уже, то есть, была штукатурка, и вот начинается шпатлевка, да, или как-то белым. Готовят под обои. Готовят под... Да, обои, которые должны быть что-то там суперовные, потому что они под подкраску. С имитацией пока. Ну, ровные обои, то есть, у них не будет штукатурочки там, а ровная стена будет. Да, то есть, у них будут супер гладкие обои, чтобы ничего не скрывать потом было. Здесь будет шкаф. Вот так вот будет стоять кровать. Здесь у нас эти розеточки под кровать. Вот еще вот, наверное, да, эти бра. Читалки. Да. И стеночка напротив с теликом и еще розетками. Да. Строители в полном этом еще... Вообще, в процессе все. Все в чем-то. Вот столик этот барный. Так, здесь будет тоже телегризер. Стена эта уже готова. Двери одинаковые. Под санузел двери тоже одинаковые. Такие вот моменты. Еще есть места, где будут розетки. Просто они пока штукатурены и зашпактлеваны. Но они где-то будут, типа вот... Да-да, тут торчит проводок от брашки, под ней будет розетка. Да, и под ней будет розетка. То есть, это еще не все розетки, которые будут на финише. Так. Уже когда беленькая, вообще кажется... Мне все еще кажется, что все очень маленькое, и мы никуда не поместимся, да? Да, вообще, мне так не кажется, заходишь, и сразу хочется куда-то уже присесть. Но вот когда белая комната, она совершенно... Смотрите, у ребенка будет два окна. Он просто вообще везунчик. Здесь будет стол, а здесь просто окошко. И вот, ну, где-то, да, здесь вот кроватка. У него вид будет потрясающий. Там можно обязательно бинокль. Ну, вот туда более потрясающий. Неважно, сразу заезжайте бинокль. Чтобы ему было, ну, развлечение какое-то. Потому что тут можно много чего найти. А там вообще супер. Там Минск виден. Еще с той комнаты тоже видно. Еще дальше там вообще... А, точно, вот же наш. Лицо Минск мира практически. Ой, сейчас там проходила уже полностью. Если вот так смотреть, то мне вообще ведь нравится. То есть это враг. Да, прямо возле двери стою. Не, ну, если боком, я имею в виду. Не, ну да, если заходишь, то, конечно, комната такая смотровая. Прикольно. Так, что по стенам еще? На откосы показала, белая показала. Порожки всем. Порожки на балкон. Занизили. Хозяева, буду вас назвать. Хозяева за ней. Это нравится? Занизили вот эту балконную раму, правильно? Она же ничего там не поднималась? Или вы вот здесь вот залили стяжку? Тоже переделали. Получается, смотри. Для того, чтобы нам просто опустить раму, нам нужно было еще сбить всю стяжку, которая была на балконе, и перелить ее заново, так как стяжка на балконе была в целом выше, чем в квартире. Видишь? Видно, что она была выше. Поэтому нам пришлось все перебивать, чтобы был вот этот вот беспороговый вход. Да, это хороший расход. Ну, это суперудобно. Я сейчас, переходя на свой, конечно, вот так вот, чувствуется разница. Но у меня уже сегодня было вариантов. Если есть возможность, обязательно... Видно, насколько стало снижать. Да, точно, ну. Еще учитывая, что стяжка забывается. Это вот такой утеплитель у нас на балконах. Я хотела как раз посмотреть. Обалдеть. А как мне вот штору вот сюда будет вешать? Я вот даже не знаю. Она ж мягенькая, наверное, хорошо просвернут. А как она держаться будет? Плохо. Ну, вот и поговорили. Просто ко мне на днях должны шторы повесить на вот эту вот штуку. Я поняла, да. Удивительно. Так, ну, наверное, батарея относится к стенам, так что сразу... Для тех, кто не в курсе, но все-таки настаиваю, чтобы вы посмотрели прошлое видео, а потом смотрели это. По проекту должна быть батарея здесь. То есть, ну, от застройщика. Но так как здесь будет кухня, плотничком к стене, хозяева заморочились, отдали уйму денег. Я, мне кажется, даже вот так вот сейчас где-нибудь здесь напишу, сколько за что было отдано. Это, ну, не шуточки было вообще. Нам, кстати, сказал наш парад. Ну, мы все сделали официально. Все через там, эти, одно окно, второе окно, еще одно окно, еще туда-то стенки. Через все вот эти инстанции сделали. И когда наш парад узнал, сколько мы отдали денег, он такой, ой, вам так выгодно сделали, вы так хорошо. Потому что ему считали каким-то другим ребятам из Минск мира сильно дороже. Блин, ну, может быть, просто когда одна батарея, это отдаться. А если хотя бы две батареи, это он из-за одной имел в виду? Ну, у нас еще в спальне батарея на другую стену перенесена. Это тоже в это входит? А, ну, ясно. Даже нужно делать проект, насколько я знаю, если ты хочешь батареи просто в стену перенести. У нас все батареи перенесены в стену. Любой, даже если ты двигаешь, ну, по-моему, на 20 сантиметров. Да, но я имею в виду, что батарея на том же месте, но у нее подключение не из пола. А, со стены, да, 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 хотя, да, я, кстати, а, хотя, не знаю, мне мой сантехник так не говорил. Он говорит, давайте сделаем за 200 долларов. Они все вот так говорят, типа, да, мы можем сделать вам это просто так, но имейте в виду, если что, то вот это вот это. Ясно. И могут дать не просто, типа, штраф, а в целом. Убрать, переделать. Да, они могут сказать, поверните в исходное состояние. Да, да, да. И мы что-то шканули и... Да, ну, в общем, да, за проект, за все эти окна куча денег. Теперь не будет, должна быть здесь батарея, да, и здесь. А будет одна большая, вот сюда, батарея выглядит вот так. Я думаю, вы их встречали, я смотрю проекты, часто их вижу, не знаю, как показать. А, ну, вот так видно. Она, ну, типа, пианином, гармошкой, да, идет, выпирает. Вот. Цена на батарею, ты мне сказала, да? Сама батарея что-то типа 570, и к ней еще терморегулятор, все остальное, 700 рублей. 700 рублей, вот просто батарея. Вы можете, вы, нет, вы еще не представляете, наверное, кто не в теме, ни сколько это стоят все переносы и согласования. Так, ну все, по стенам, наверное, все. Давайте. А, было отдано за вот это все где-нибудь какая-нибудь цифра вот на ладошечке у меня. Все, потом посмотрим, как я это все рассчитаю, или, может, постепенно буду как-то цены ставить. Так, давайте теперь электрика. Так, все, кто разбираются, все, кто шеймили, мой вот этот вот, как это, счетчик называется? Счетчик. Все, кто писали, какой у меня ужасный. Вот, пожалуйста, кайфуйте от хорошего. Сейчас напишут, что это тоже говно. Ну, это тоже мнение, как я говорю. Смотрите, здесь все подписано, у меня там карандашиком подписано здесь, вон, отдельно. Если бы я что-то понимала в этом нормально, я бы, конечно, рассказала. Но, к сожалению, просто смотрите, а электрики могут что-нибудь рассказать про счетчик, какой он, типа, классный, не классный. Я так понимаю, что каждую, ну, вот эту, в принципе, как и у меня, только у меня их всего, может, шесть. А здесь можно отключить буквально сразу вот по одной штучке. То есть, если что-то с варочной плитой, он должен, наверное, выбить, и будет не работать только варочная или там сушильная, или сушилка, или что-то еще из этого. Крайне необходимая в целом функция жизни, конечно же. Ну, да, естественно. Ну, где-то вот этот холодильник отдельно выводится, холодильник. Так, где-то должен быть варочная, варочная, стиральная, сушилка. У меня тоже нет отдельного холодильника, может он, типа... Наверное, кухня, это холодильник, просто кухня, это будет холодильник и пара розеток. Так, ну что тут еще по электрике? Все выведено, ну, в смысле, разведено по потолку. Вот, пожалуйста, наслаждайтесь проводами тоже. У меня там три проводочка, здесь вот целая кипа. Можно плести косы практически. Это все пока еще на таком этапе. Напоминаю, ремонту три с половиной где-то месяца, плюс какие-то, наверное, задержки, или у вас особо задержек не было? Ну, немножечко все равно, надо подождать пока штукатурка высохнет. Ну, я имею в виду, что две недели вы ничего не ждали, там никакого, без антехника, работника. Интернеты мы вывели к каждому телевизору, будет свой провод интернета, чтобы он не по Wi-Fi работал. И у нас будет рабочее место на кухне, ой, на кухне, на балконе. И там тоже проводок интернета, чтобы можно было... А где у вас рабочее место на кухне будет? На балконе. А, на балконе. На балконе. Ну, по практике она была. Вот здесь будет стоять стол. А, прикольно. Так, раму же вы не меняли, правильно? Нет, пока мы не меняли. Кстати, окна все были заменены данной, все косяки, все там трещины. А нет, трещины не было. Ну, я имею в виду, что там, ну, что было, все регулировка, а просто стекло вам меняли или просто регулировали? Нам и регулировали, и меняли. Ну, короче, за четыре месяца уже все сделали. Ну, тоже тем людям, которые ждали, даже раньше, да, которые ждали это годами. Так, здесь... Прибольно, что не надо было их особо просить. Да, они сами позвонили. Это было очень прикольно. И так сделали не только нам, то есть нашему дому и еще один дом Мюнхен. Это у вас застройщик типа, подрядчик ваш такой типа? Да. Они какие-то прям вообще их все... Не помнишь название подрядчика? А, не помню. Ну, ладно, потом... Ну, вот наш дом и Мюнхен они строили, два одинаковых дома. И Мюнхену его сдали на недельку позже, чем наш, но окна им начали первым перевешивать. И им перевесили, получается, через два месяца, у большей части дома уже все поменяли. Ну, вот это прикольно. Плюсик, да, к этому подрядчику. Так, по розеткам. Ну, я не знаю, если кого-то тут что-то интересует, можете посмотреть. Именно эти розетки, выводы под сантехнику еще покажу. Так. Тоже здесь, можно сказать... Проходные всякие выключательные сделали. Проходные, то есть, ну, где-то зашел, где-то включил, где-то выключил. В основном это про гостиную, то есть, чтобы с разных концов. Угу. Прихожий включить, тут выключить. Угу, проходные, да. Ну, это тоже, когда я буду писать сцену, чтобы тоже понимали, что к чему. Так, какие-то коробочки тоже. У меня такого нету вообще. У нас такие коробочки много где есть. Не знаю, для чего они. Что они там спрячали. Да, что-то прятали. О, ну все. Если мы будем задерживать оплату, нам тут спрячут, что они дай мне учат. Яйца, да, в этих тиктоке, где люди прячут яйца под стяжку. Я считаю, что все будете отвечать за это потом. Смотрите, какая прикольная штука. Мы считаем, чтобы это не рухнул потолок. Это растомеры, они такие. А, да. Реители меряют. Какого роста... Перед началом рабочего дня люди подходят. Вот последний был невысокий. И смотрят. Ну реально прикольно. Если кто-то знает, напишите. Хотя тут уже модно писали что-то. Даже позвонить можно уточнить. Да, лодцей какой-то. Ну ладно. Ну прикольно. Нигде никогда такого не видела. Еще такая странная. Ладно. Так, выключателем. Значит, заходим, выключаем здесь. Точнее, включаем. Это у нас что? У нас спальня, кстати. Мне так нравится, что спальня получилась на северо-западной стороне. И тут вот во всей комнате светло, во всей квартире. А тут все время тенек. Такой спальня. Для спальни это нормально, потому что здесь света много не надо. Да, да. Это хорошо. Ты даже хочешь и хочется спать. Цветненько. Ну да, эти что... Ой, вообще будет очень уютно. Я прям уверена. Так, ну здесь... Ой, смотрите, коробочка уже другого цвета на потолке. Вот не просто уютный. Прям парничок такой. Маленькая коробочка и много окон. Да, маленькая коробочка, много окон. Какие-нибудь сразу эти... Не день-ночь, какие-нибудь как-то не блок-ауты. По-любому. Потому что, да, когда жара. Хотя вот еще будет потом светиться сильно. Не расклевает. И тоже будут... Ну, то есть реклама явно будет... Да, да. А еще вы заходили, когда уже было 32 градуса, были в квартире? Да. Или как? Понятно, что не прохладно, но на самом деле нормально. Я... Некоторые люди говорят, что вот прикольно, когда у тебя солнечная сторона, и вообще везде свет, везде свет. Мне очень нравится, что у нас не супер прям светло. То есть у нас как бы закат виден, но... А закат у вас... Да, да, да. Вот так и у меня. Мне нравится немножко, что есть вот эти вот даже дома, которые загреждают, потому что в такой маленькой квартире, где так много окон, был бы реально парник. Да. И здесь нужно континент в каждой комнате было бы вешать. Да. Так, здесь еще просто, что она же большая, типа где-то ветер задувает, где-то выдувает. Может быть, в этом тоже есть прикол, потому что в моей нет, в моей не прохладно. Я уже там жаловалась по этому поводу. Про кондер, раз мы заговорили, тоже расскажу эту историю. Смотрите, я думала, что есть только вот эта система. Ну, на улице у нас по закону в Дании, чтобы нельзя капало на улицу. То есть, хотя я сижу, когда с котом в 11 ночи, и я слышу это капанье. Я не знаю, что там люди переживают в этот момент, но это ужасно. Просто это такой грохот, ужас. Вот. Кондиционер по планировке, по плану, по дизайн проекта должен был быть здесь. Но сказали, кто, кондерщики? Сказал прораб, который пообщался с кондерщиками, что это сделать можно, но это будет сложнее, нужно будет насос, нужно будет платить больше денег. И предложил повесить его вот сюда, сразу в лесу, чтобы он капал туда. В целом, для нас это было непринципиально, и это было хорошенько дешевле. Мы решили, что... Чтобы с этого как бы выхода, как это называется, коробка кондиционера, или как она называется, короче, с этой штуки, трубочка сразу шла в канализацию. Это ближе, она точно дойдет. Я думала, что она как-то в любом случае найдет, что там уже есть какой-то насос в этом кондере. Я так понимаю, что это не то, чтобы прям вот тут повесить было невозможно. Точно не так. Просто предложили, что лучше здесь. Насилу, дешевле, и тот же результат получит. Вот, ну тоже, я это, кстати, не знала. Я думала, что это вообще не проблема, но вот, как видите, думайте, где у вас будет эта коробка от кондера. Сейчас вообще модно, и я все какие-то там видела дизайны и так далее, я всех предлагаю сделать кондиционер над входной дверью. А как вы вообще дуете на комнату? Вот как, допустим, до спальни дойдет? Мне казалось, что просто у нас реально маленькая квартира, и она коробочка, то есть у нее нет вот этих вот закутков. Она прямоугольная. И получается, что мы можем повесить кондиционер по середине квартиры, и, грубо говоря, в самую там жару с открытыми спальнями оно будет додувать и будет хватать. Если бы там висело. А, если бы тут. А, если тут, мне тоже кажется, но там вообще странно. А там его бы хватало, чтобы охладить гостиную, а на спальне уже бы точно не было. Ну, 100%. Как-то вот так оно и придумалось. Особенно если на обогрев, так и на обогрев. Ну, как бы и вряд ли тут, наверное, с этими батареями будет холодно зимой. Ну, а вдруг вот это вот межсезонье. Ну, да, 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 когда еще не включили. Можно было получать плюс-минус на всю квартиру. Да. Ну, и здесь нормально, 100%. Вам до спальни вообще хорошо, до детской уже посмотрите сами, когда. Ну, вот просто я к чему, что знаете, что такая ситуация бывает. Коробка же будет на улице, да, висеть? А, она уже висит проводочек. А, вот, вот проводочки, да. Вот они через окошко повесили. Знаете, что коробка... Все согласовано, все знают. Да, согласовывали. И коробка вот эта железная сколько стоит? Крепляет рублей 300. По-моему, 400. Ну, а говорят, никто их не вешает. Я уже несколько вижу. Да, нет, несколько есть. Но просто в процентном соотношении... Ну, мы будем еще думать. Мы еще не приняли это решение, потому что, как видишь, пока у нас есть только провод. Кондиционера пока что нет. Ну, да, понятно, но я некоторые... О чем мы говорим, если кто-то не в курсе, это такие металлические даже... Ну, видите, вот там у людей просто кондеры, нет, не видите, просто кондеры висят. Должен быть закрыт. Блок этот наружный, а он должен быть закрыт таким металлическим коробом в дырочку. Ну, типа дико, чтобы не портить фасад здания. Вот, ну, еще два года назад, мне говорили 400 или год назад, 400 рублей. Сейчас, мне кажется, что каких-нибудь 500 скажут. Ну, что-то это мне про 300 рублей говорил наш дизайнер, возможно, он тоже так округлил. Ну, да, 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 в какую-то сторону. О, купите дверь. Сколько стоит? 15 рублей. Честно. 30, 30. Нарезка. Ну, ладно, просто чтобы вывезти. На самом деле у меня есть контакты, кто мою дверь увезет. А дай, пожалуйста, потому что у нас висит только... Вывезете бесплатно? Да, да, да. У нас нету типа заберем еще, дадим что-то. А, ну, нет, у меня тоже бесплатно вывезли. Мы оставили ее на коридоре. Если кто-то хочет ее еще и купить, то вообще... Говорят на кухаре. Это очень популярно. Ты не размещала? Я вообще не умею пользоваться куфором. Ясно. Ну, короче, пока так попробуем. Я ничего никогда нормально не продавала. Все нормальные люди, у кого есть дети, там все детское барахло. Только в путь. Я вообще... А когда за ремонт только на куфоре и надо, какие-то остатки материалов же пойдут. Я вообще не умею. Ну, не смотри, что я умственно осталась. Я понимаю, что я не занималась. Я не покупаю. Какая-то вообще... Ну, надо будет отдать унитаз. Это все, чтобы ты понимала, покупают в течение времени. Ну, там часа, двух. У меня есть прораб. И он этим занимается? Он всем этим занимается. То есть у нас есть крестапки, он все это перепродает. Кто доверяет прорабам, ставьте лайк. А у нас прораб, типа, плюс-минус... Близкие вам, знакомые. Ну, да. Ну, в общем. Он обманет нас чуть меньше просто. По дружбе. А может, кстати, чуть больше. Говорят, что по дружбе обычно дороже. Ой. Дружба, такое понятие. Так, ничего плохого не пишем. Пишем только хорошие прорабы. Блин, на прораб пока что нормально. Да, как вам работаете, кстати? Это хозяева работают с командой, с прорабом. То есть я, если делала ремонт отдельно, штукатурка отдельно, полы отдельно, электрика, все. То есть люди работают с прорабом и с командой. С одной и той же, правильно? Ну, только занимающиеся разными работами. Как работаете? Нам сказали, что у нас не супер-то легкий проект. То есть есть много таких деталей, много того, что нужно сделать сантиметр в сантиметр и так далее. И каких-то просто вопросиков. И мы, честно говоря, не хотели вот эти все штуки выслушивать. Знаешь, когда, типа, блин, кто вам делал предыдущий этап работы? Какой-то мудак. Потом, типа, сейчас я вам все исправлю. Потом, типа, следующий. Блин, кто вам до этого делал? Какой-то мудак. Классический анекдот, да. Все построили мудаки. И хотелось, чтобы за все косяки отвечал кто-то другой. Чтобы, если кто-то был мудак, то это переделывали не за наши деньги. Вот. Понятно. И все закупка материалов, все, все, если этот вот менеджмент... Поднимание на этаж, вас вообще никак не касается. Мы не приезжаем даже. Мы приезжаем только посмотреть, и нам звонят, принять какое-то там решение. А предлагают как-нибудь в процессе, например, удешевить? Да. Что-нибудь вы хотите сами сделать? Например, не именно в плане техники, а вот что-то типа, вот не хотите, чтобы мы это делали, вы можете сделать дешевле. Не говоря так. Ну, что-нибудь. Ну, мне, например, плиточника мы ждали. И мне сказали, если вы там найдете, ну, вообще, в целом, если вы кого-то сами найдете, welcome. Ну, одобрили. Но есть через запятую всегда пометка абсолютно понятная, что он не может отвечать за работу других людей. Ну, понятно. И получается, если мне придет плиточник и что-то закосячить, то это уже моя личная проблема. А если придет его плиточник и закосячить, то они, понятно. Ну, предложили как бы. Они к этому просто открыты. Они говорят, если да, супер. А так, он еще предлагает, условно, есть дизайн-проект, который сделан красиво. Есть какие-то вещи, которые можно, например, кондиционер, чуть-чуть перенести, сильно ничего не поменяется. Ну, какую-то денежку. А сколько? Ну, вот цена вопроса была какая? Моему, 200 долларов в разнице. Ну, рублей 500-600, нормально, да. К тому же за то, что вообще пофиг. Предлагали стены сделать мешкоматные перегородки из газосиликата. Это такие беленькие. Где слышимость сильно хуже. Сильно хуже, и для них не надо вот столько утоляться. Стяжку бурить и все остальное. А, под эти керамзитобетон нужно... Пилиться стяжка. Просто, чтобы делать маленькие дорожки. Поэтому дорожки. Мы решили, что... Стены должны стоять четенько. Ну, как-то да. Слышимость должна быть хорошая. Там разница была, по-моему, на нашу вот эту вот небольшую штучку. Разница, по-моему, в 500 долларов. Если бы мы сделали из газоблока. Прикольно. Ну, вот да. 100 долларов, да, хорошая. Вообще, по сути, смотри, получается, стены возведенные. Это вот эта. Вон та, которая перемыкает. Здесь же, ну, вот эта стена, она же была. Да, вот там только, видишь, видна линия, чуть-чуть нарощена. Чуть-чуть, вот она видно, тут нарощена. И вот эта. Да, но это уже дешевые стены. Это из гипсокартона, да. Ну, все равно. Шкафчики просто такие, грубо говоря. Да, здесь будут просто двери потом, да, какие-то. Да, просто двери шкафа. Двери шкафа, да. Так, ну вот, собственно, это по электрике. По электрике вроде все. А вот здесь что будет? Здесь будет сидушка, обувь и вешалки, если там, не знаю. Вешалки, если что там. Площики мы пришли снимать. Быстрые шкафы. Выпуск, когда мы переехали. Подписывайтесь, следующий будет уже, когда вы действительно переедете. Нет, я надеюсь, мы будем уже чаще ходить. Чаще ходить куда? Ты будешь чаще ходить, сейчас что-то будет происходить. А, такое прикольное. Ты будешь чаще. Хочется еще этого эффекта вау. Знаешь, типа, приходишь. И как, такое уже все, люстра, елка, елка, кстати, зима. Я надеюсь, я перееду раньше. Я, пожалуйста, закончу елка. Из 2028 года. Мы строили, строили. Наконец-то строили. Поддержите хозяев. Вы знаете, что процесс ремонта, это вообще ни капельки, не контролируемые, не очень сильно весело. Это все сейчас хорошо, когда уже все стоит. И какой у вас следующий этап? Нам, когда чуть-чуть подспадет жира, доделают малярку. Белым. Белым вот этим штучкой. Доравняют полы, но они почти уже. А, полы, да, это к стенам поднесем. Чуть-чуть ровняют. Да, и они, это не заливка стяжки, это просто клеем ровняют полы, чтобы потом лежал кварцвинил ровно, хорошо, без просеков. Да. И следующий этап – плитка. Плитка, мы покупаем ванну, нам просто коняку не было поставить. Покупаем ванну, нам кладут плитку, и потом мы клеим обои. Нет, потом мы кладем полы. Обои же купили? Твоя Ирина. Это обои клеить? Обои клеить или кто? Нет, нет. Кухня. Ирина же, да? Да, Ирина. А, точно, оставлю контакты Ирины в описании. Ирина вообще, я тебе потом расскажу, там прям прикольно. Ирина получилась. Потом мы кухню закажем, пока она будет делаться, и полы, стены. Полы, стены, потом уже какие-то диваны. Как вот это что, тоже ждать? Вот такой диван, скажу, ждать три недели, как обычно. Вот как бы заранее. Два месяца ждать диван. Но важный момент, у нас несколько денег, поэтому… А, это еще немножко тянетесь. Да, мы как-то с зарплат все это делаем, поэтому не так сильно обидно за какие-то задержки, потому что я такая, ну, у меня все равно нет больше денег. Ну, да, да, да. Ну, в принципе, да, я точно понимаю, да. Розетки еще спрятаны у нас под гирлянду в откосиках. Тут гипсокартон, и там где-то вот, ну, где-то отмечено на проекте, на дизайнерском. Розетка будет. Тоже вот тут вот розетка под елку. Или здесь под этот, под гирлянду. Ну, короче, в откосах предусмотрено еще и это. Или, например, диван будет здесь. Может быть, как-то удобно будет что-нибудь пускать, какой-нибудь тоже провод. Вот, короче, розетки лишними не бывают. Не знаю, у меня все заняты. Здесь под телек розетки сделаны. Под телек, под телек. А, боже, а что это? Тут столько розеток много. Здесь, получается, будет радиатор. Сверху консолька. На консольке потом будет стоять вот здесь вот кофемашина. А, здесь, типа продолжение кухни. Ну, да, просто кофемашина там займет нам очень много места на кухне. Она большая. А тут она, в принципе, нормально себе будет стоять. Здесь будет выключатель для вот этой вот бра. Будут всякие фоточки, картины. И еще одна розетка, я не знаю, что-то зарядить. Может, что-то зарядить. А телек вот там. А там телевизор. То есть тут же диван. Да, да, да. Туда смотрим, да. Это у нас стояк. На стояке стоят стопы. Аквастопы. Перекрывают воду, я думаю, да. Люди пусть минус к ремонту. Протечки. Да, должны понимать, если что-то, где-то какая-то протечка на полу, то есть кладется какая-то фишечка или как там, кнопочка под стиралку. Датчик под раковину. Если там оказывается вода, даже если вы просто из стакана нальете на него воду, он подает сигнал в... И оно без перепадов давления. Да, прикол еще этих вот стопов, что они как-то очень медленно перекрывают воду, чтобы ничего не прорвало трубу отрезкого. Так, как-то так. Да, как-то так. Вот, сколько воды уже накрутили. Немного. А вот это что? Это датчики давления, наверное, да? Или что это? Ну, видимо, да. Давление же в этих в барах. Наверное. Да, наверное. Не знаю, у меня такого нет. У меня вот такого. Так, где у нас тут еще... А где живут, такого тоже нету, поэтому я не знаю. Потом разберемся по ходу. Так, это у нас тут будет стиралка. Обратите внимание, выведена из этого. Мокрую зону надо согласовывать? Выведена из... Нет, это не нужно согласовывать. Это не нужно согласовывать. Так, здесь будет бойлер сверху висеть еще в этом. Здесь тоже будет лежать аквастоп. Да. На всякий случай все это будет за гидроизоляцией. Думаю, да. Ну, скорее всего, должно быть. Выходит стиралка сюда. Это розетки под стиралку. Здесь будет кран под него. Выводы. Это что-то отковырять. Это что-то. Вот, кстати, стиралка идет. А здесь полочки сделаете, да? Чтобы не попадало место тоже. Угу. Пока такая. В принципе, я так думаю, наверное, должно быть полезно. Зато будет очень широкая... Да, конечно, это очень глубоко для потери. Вот твоя рука, конечно. Зато будет очень широкая, несмотря на маленький санузел, будет прям очень широкая столешка для раковины. То есть прям вот, ну, хорошенько для этого места. Да, да. Тут сколько метров? Метр двадцать? Или сколько тут метров? Ну, тут нормально. Ну да, да, да. Что такое, да, большее. Что метр десять, но так на вид метр двадцать. Вот. Это все закроется. Это батарея у нас тут. Как она называется? Радиатор? Это змеевик. Это полотенцесушитель. Полотенцесушитель. Полотенцесушитель, точно, да. Вот. Выводы под него и даже какой-то провод торчит. Наверное, это тоже... Аквастоп. А, это аквастоп, скорее всего, да. Потому что оно не должно из-за ничего торчать, кроме него. Может, это еще заземление. А, вот. Ну, короче. Ну, я просто накидываю варианты сейчас. Да, да, да. Вы вообще ничего не разбираетесь? Нет, так мы правильно. Мы сразу же говорим. Мы ничего не разбираемся. Смотрите, вы как бы... И потом просто оценивайте вот это состояние и, я не знаю, результаты. Мы ничего не разбираемся, но у нас свои квартиры. Подумайте. Да. Трубы. Все, которые можно было заменить. Именно можно было заменить, потому что некоторые... Ну, нельзя заменять слив, например. Все было заменено. Сказали, так лучше. Все, хозяева послушали, сделали. Тоже вы, и решайте сами. И мне тоже говорили, что неплохо бы заменить, но я, к сожалению, не могла себе это позволить. Пока работает. Но год не показатель. Красные какие-то штуки. Это все переходы такие. Все отмечено. Это понятно, что аквастопы. И вот тут вот еще какие-то коробочки под аквастоп. Все, будет этот... Весной забыла уже опять как. Унитаз обычно стоит тут строительный. Но почему-то сейчас он отдельно где-то. Что-то делали, да. Сделали такое, что пришлось сносить в унитаз. Так, ну да, здесь вот уже какой-то шланг даже буду набрать. Повесили. И будет ванная. Так, ну все, по сантехнике это, в принципе, все везде. А, чего это сантехника? Ну, посудомойка, кухня. Смотрите, это уже, кстати, система такая, система нигель и клампочки. Вот, когда разбираешься, ну вот так вот все сделал, хоп-хоп, и свет горит. Да, и здесь будет кран, посудомойка, да? Это вот отсюда будет слив. Да, больше ничего нету. Все же замазано. Угу, да. Вот это вот получается... А, кстати, а слив с посудомойки нормально? Он почему по полу пускался? Он по стене? В стене. Вот, замазано. Он в стене? А дальше куда? А, вот же, вот же, вот же канализация. Да, это я уже думаю, да, забываю про нас. Думаю, что он как он дотуда дотянулся. Да, здесь что-то вот помечено, посудомойка. Так, ну что, вот так вот. Пишите, как вам, понравилось, не понравилось, только обоснованно. Только здоровая критика, все остальное буду банить. Будьте вежливы в комментариях. Так что вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, там все остальное. Вы знаете, что делать. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok